Дорогие друзья, в прямом эфире «Союз Онлайн» в студии Марина Гранкина. Это программа «Четверть часа». Великий пост — период особой сосредоточенности на вопросах духовных, строгости к себе и милости к ближним. Нельзя сказать, что в остальное время должно быть как-то по-другому, и пост является прекрасным настройщиком наших духовных инструментов, которые периодически то дают сбой, то звучат фальшиво. Строгость Великого Поста призвана эти огрехи исправить. Вначале могло казаться, что пост такой длинный, конца края ему нет, а сейчас он почти заканчивается, и времени осталось совсем мало, а нужно так много всего сделать. Святой Паисий Святогорец в книге «Духовная борьба» говорит, «Для духовной жизни не требуются многие годы. Покаившись, человек за одно мгновение может перенестись из адской муки в рай. Человек удобоизменчив, он может стать ангелом, а может стать дьяволом. Ах, какой же силой обладает покаяние! Оно впитывает в себя божественную благодать!» Красивый образ для этого нашел поэт Андрей Евсеевич Слоним. Послушаем его стихотворение. Перед рассветом силу ночь теряет, но, утверждая собственную стать, сомнений горьких сумрачность внушает, души рассвет пытаясь задержать. И в небе сером, что готово слиться с необратимой пустотой потерь, ночь растворяет все, чему не сбыться, к чему в потемках не найдется дверь. Тревожа разум призракам удачи, что воплотилась где-то вдалеке, ночь дарит нерешенные задачи, ответ которых спрятан в тайнике. Но всходит день, он красочный бросок, а в нем готов взлететь в рассветный свод надежды хрупкой, призрачный набросок, что, может быть, свершится и взойдет. Меньше двух недель остается до того радостного момента, когда мы будем встречать светлое Христово Воскресенье. В преддверии Великого Праздника Православная служба милосердия в Екатеринбурге проводит традиционный сбор средств на небольшие, но очень важные пасхальные подарки для своих подопечных, а их около четырех тысяч, и взрослых, и детей. Вот что сказал об этом духовник Православной службы милосердия, претерий Евгений Попеченко. Пасха – дар людям от Бога. Христос победил смерть, болезни и страсти и подарил каждому человеку возможность разделить с Ним эту блаженную жизнь. Теперь Он ждет от каждого человека отклика. Когда мы приходим в больницу или интернат и приносим радостную весть о Воскресении Христа, мы как бы являемся Его вестниками. Ведь люди, даже крещеные, зачастую совершенно не помнят о Христе. Они болеют, ухаживают за своими близкими, выживают на улице или днями и ночами думают о том, где бы им найти средства на реабилитацию своих детей. Страдают, но без Бога. Наша задача – напомнить им о том, что все не случайно, и что в самых скорбных обстоятельствах мы должны опираться на Бога. В этом смысл нашего пасхального поздравительного марафона. Но мы не только приходим, поем пасхальные тропари и поздравляем. Нам важно оставить небольшой подарок, ведь сердце человека устроено так, что от земного и простого оно может восходить к главному. Ну и, конечно, для верующих людей, оказавшихся в пасхальные дни в больничной палате, всегда утешительно разделить как пасхальную радость, так и скорби с единомышленниками. Принять участие в акции «Пасхальная радость» просто. Можно сделать пожертвование на приобретение пасхальных подарков, нажав на кнопку «Пожертвовать» на сайте акции, или отправить смс на короткий номер 3443 с текстом «Пасха» пробел «Сумма». Жители Екатеринбурга могут лично принести пасхальные подарки для подопечных службы в Центр гуманитарной помощи по адресу улица Фучика, 3, микрорайон Ботанический. График работы Центра уточняйте по телефону в Екатеринбурге 317 12 23. А еще можно лично поучаствовать в пасхальном поздравительном марафоне, став добровольцем православной службы милосердия. О других пасхальных акциях расскажу в эфире в 21 час по московскому времени. А сейчас послушаем стихотворение про теории Андрея Лугвинова. Читает автор. Как угли вынимают из костра, вот так из покаянного огня он выхватил предателя Петра, спросив о главном, любишь ли меня? И остальным, сказал он напрямки, «Когда не давай к нему рови!» Узнают вы, мои ученики, коль меж собой пребудете в любви. И вот теперь я, словно Петр в огне, непрокаженный, непредатель я, насколько жив огонь любви во мне, настолько и жива душа моя. Добрые дела – важная составляющая духовной жизни. Но, конечно, не единственная. Нужна молитва и настройка души путем чтения Евангелия и святоотеческой литературы. Стихотворение иеромонаха Аверкия Белова о самых важных книгах представят Светлана Ладина и Тимофей Обухов. Мне хочется, чтобы буквы вырезались на твердом камне мудрой рукой и чтобы ошибки в слове исправлялись с топлением глыбы в глубине морской, раскрытием души на новой глыбе. Пергамент тоже для письма хорош. Касаясь букв в светящемся экране, грущу о Светке из телячьих кож, лежавшем сотни лет в Сеонском храме. Его сожгли. Но список в небесах еще есть память. От отцов сынам передавалось неземное нечто. Оно пришло неискаженно к нам. Ведь передавший существует вечно. Он истину хранит через лживых нас. Так кратко и пронзительнейше, как писали убиенные пророки. Сегодня же строчит любой чудак объемные бессмысленные строки, им посмеются и тотчас забудут. Заглянем в гости к древним языкам, чтоб наш язык, язык родное, своя, не дал бы выдохнуться пламенным словам, земным ключам от вечного покоя, бессловного явления любви. Мне хочется, чтоб чудное хранилось на сердце чутком, нежном, восковом, чтоб каждая нам явленная милость рассказывала о Творце своем, читалась всеми и светилась всюду. В любой пост и особенно в Великий мы стараемся отказывать себе в своих желаниях, тем самым восстанавливая иерархию дух-душа-тела. Пытаемся довольствоваться действительно необходимым. Церковь не призывает нас совершенно отказаться от земных благ, но предлагает пересмотреть свои потребности, что из них оправдано, а что излишне. Об этом в следующем стихотворении. Место пустынное, толпы усталые, путь возвращения далек. Деточки малые, женщины старые, веры внутри уголек, между холмами, безлюдными скалами, несколько тысяч людей. Камни ли станут душистыми халами, семгой ли старый репей, ящериц. Ящериц. Ящериц юрких, как в речке пескарики, не изловить для еды. Бабочки не превратятся в сухарики, лилии в чашки воды. Но умножаются чудно спасителем рыбы две, хлебушка в пять. Чудо-вместителем, чудо-носителем каждый смог радостно стать. Здесь состоялось хлебов умножения. В наш же заевшийся век не обходилось уже в уменьшении, чтоб не погиб человек. Все магазины сейчас переполнены, также по знаниям умы. Но оскудили духовные войны, кто поспешит за холмы, за перевалы, за степи песчаные ради спасительных слов. В городе слушают сплетни печатные, кушают тортики, плов. Пусть же уменьшится, стает, убавится эта обилия лесть. И человеком, ожившим, понравится странствовать больше, чем есть. Знания тоже я жду, убавления, увеличения любви, новых народов Христом уловления в кроткие сети свои. Уважаемые зрители, четверть часа в прямом эфире подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова